Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 19 выпуск 2 сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске избавился от квеста Егеря с поиском флеша. Больше висяков, которые требуют какие-то предметы, пока нет. Они есть, но нет необходимости делать их здесь и сейчас. Однако добрался до заводских квестов, и тут Егеря опять жжет. Сегодня планирую заняться квестами на заводе, квестами, которые выдал мне Егерь. Значит, будет мясо мое повсюду, по всему заводу. И боль, много боли. Денис Уайт, Тральчонок, Грек, Иван, Ворон, Дмитрий, Саня и Казатайна. Большое спасибо за вашу поддержку. На канале Вышед любой ценой планирую постримить в сентябре, но только если будет такая возможность. Сейчас школа началась, и мои двое детей учатся в разную смену. В общем, времени катастрофически не хватает на сталкер. Понимаю, что это как бы мои проблемы, что вы их ждете. Пока нет возможности, пока хватает времени только на Тарков, поэтому там тишина. Всем приятного просмотра. На сегодня ставлю перед собой задачу конкретно поднять уровень лояльности до второго у Егеря. Для этого мне нужно будет сделать пару-тройку квестов. Один из них это Тарковский Стрелок. Третья часть одного ЧВК мне нужно еще убить с расстояния меньше 25 метров. Также путь Выживальщика Хладнокровный. Постараюсь здесь же сделать. Рука у меня сломана, я ее не лечил, так что тремор будет. И путь охотника-охранка. Будем по возможности в районе офисов где-нибудь тереться. Попробуем там кого-нибудь подловить. Может быть еще и сделаем Друг Запада. Плюс у меня еще там образец нужно будет забрать в районе офисов, здесь же на заводе. Есть чем заняться. Идем на завод в дневное время, страховать буду пуха, картоха. Знаю, что много буду сливаться, но ничего, терпение и труд все перетрут. Все сделаем, рано или поздно. Так, мне нужно будет дождаться, наверное, наверное, тремора, да? Никто не подходите ко мне. Тремор не сразу приходит, но зато... А бейсбол работает отменно. Кто-то справа там чешет. Давай, выходи, я готов. Или тремор подождешь. Ага, понял. Из-за этого же здания тремора, честно говоря, меня не особо прикалывает. А все должно быть, есть уже тремор, все отлично. Блин, нормально я там возня. Че тут терять? Непонятно. С этой стороны уже, видимо, туда прибежали, да? Или нашли друг друга. Играю, кстати, на европейских серверах в надежде на то, что... Подстрелить смогу. Юсеков, мне подругу с запада надо еще... Юсеков стрелять. Гранату не взял. Ага. Сидит красавчик. Обходить пошел меня. Худрый, что ли? Эй! Да, худрый. Все, тремор есть, можно отправляться. В общегониво, короче, с этим тремором он сразу же в рейдине... Это самое. И мне приходится стоять какое-то... Время секунд 30-40, чтобы дождаться, пока начнется тремор. И только после этого начинаю выдвигаться. То есть я самые легкие цели, получается, сразу же в самом начале и пропускаю каких-нибудь топористов, пистолетчиков. Их обычно дикие сразу бегут, кошмарят в первую очередь. Так что мне остаются самые сливки общества, мать его. Опа. Ауч! Как я его не увидел? В пешке там сидел газ. Ну ладно. Мой выстрел второй даже не регистрируется на Европе. Вот так вот пинг роляет. Опять я тут появился. Салатушки. Офига себе кипиш. О, бежит. Наш, не наш? Клиент. Ну? Перешел на свои сервера. Там, блин, не регает даже выстрелы мои. Не то, что не регает, он даже не видит, что я стрелял. Попробую на своих. Получится, получится. Нет, так нет. Блин. Убежал. А как сделать мне тогда? А здесь бежит, и слева что-то шуршит. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Ну, надо смещаться в офисы. И я понял, что тут ловить нечего. Надо либо сразу же спавны смотреть, либо идти в офисы внутрь туда. Но мне по-любому как-то тремор надо ждать. Иначе без тремора... Что-то даже не знаю. Нет, послышалось. Или не послышалось. Он в дикий, не нужен-то мне. Отвал, Петрович. Не ходи за мной. Так. Есть кто? Нет? Да, слышу кого-то. Ага, смазался. Не-не-не, там что-то сильно жёсткий какой-то. Так, слева есть, слышу. И где-то внизу, что ли? Ладно, дождусь тогда тремора. Ого. Ну, рано или поздно я попаду всё равно в такой рейд, в котором мне, может быть, судьба будет благосклонна. И я найду своих топористов каких-нибудь. Или вот пистолетчики сейчас ходят. Вообще молодечики. Попялимся, как дела там? Опа, зашевелился. Да ладно. Эй, как не попал? Вот это попал. Да не может быть, чтоб не попал. Тихо, тихо. Не знаю, засчитается он или нет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сегодня, по-моему, да, отъехал пацанчик. Блин, а это Юсек, по-моему, был. И треймор как раз у меня есть. Пошли. Попозырим. С этой стороны может быть поудобнее, покомфортнее будет. А, всё, меня уже ждут тут. И там кто-то бегает. Ну, это по-дикому отработали. Это кто? Это дикий. Ну, придётся мне тогда диких. А пофиг для опыта. Ага, ещё один. А вот помещение туда забурелся. Или тут в тоннеле лазишь. Ну, давай, выходи. Чик. На спавне дикий сидит. Вот же капец. Ну, чё, шуманули? А понятно тут. Да тут вообще на заводе, я думаю, что технично ходить, только если где-то за углом сидеть. Технично. И дышать через раз. А так тут всё слышно абсолютно. Никаких ни шумов. Гул какой-то есть, стоит, но он не мешает абсолютно слышать, чё тут происходит. Поэтому незаметно и быстро при этом подойти никуда не получится. О, приобилим сейчас по моде, по последней. Ладно, пойдём в админку, наверное. С этой стороны залечу. Постараюсь забрать там, типа вроде с пестиком был. Но они, пистолетчики, гады, такие опасные. У меня же, кстати, там ещё есть, знаешь что? А у меня уже гидрация падает. У меня же есть ещё квест. Надо образец забрать. Опа, дикие подъехали. А не гасишься ли ты на бесплатнике? Ага, есть кто-то. Не понял. Не понял. Неужели послышалось? Дверь он там прям сидит за второй дверью. Или он уже вышел, возможно, да? Да, он вышел. Тогда заберу его образец, да и всё. Пойду на выход. Чё-то и слева, и справа шуршат кругом. Вот он! А, это дикий. Готов. Ладно. Сейчас опять с двух сторон вылезут. Вот здесь лежит шприц с реагентом. И вот его мне и надо вытащить. А, так тут всё уже, да? Залутали всё. Молодёжь. Какие шустрые-то. А, кто-то ходит ещё. Главное, чтобы Тагила не вылез на меня. Эй, чувака. Молодой человек. Подождите. Не уходите. Ну, я так и думал, что сидит. Он на ту сторону побежал. А давай здесь в очко сплюнем. Хоп. Сурприз, матафак. Блин, стоячего даже не попал. О, зашибись. Сейчас третье. Доступен к завершению. Всё. Хе-хе-хе. Харковского сделал. О, наконец-то. Наконец-то я попал в рейд против пистолетчиков. А чё, дикие его не кошмарили? Я чё-то не пойму. Или у него там бронеразгруз какой-то хатрый? Вот он самый жёсткий тут и лазил. Не, у него, смотри, и волына есть. И вообще почти голяк. С клином вышел? Чё-то не пойму, а где это? В голову, не в голову. Куда я ему попал? Заберём. Жетончик. И мурку можно взять. А, ну всё, дикари. Блин, тут ещё один, оказывается, голышевым лежит. Или разобрали его просто уже. Ну окей, сейчас мне ботов и чулоботов остаётся только кормить. Делать мне тут больше нечего. Я бы пошёл домой на самом деле. Да, один. Это было в голову. Здорово. По-хорошему надо со всех ног домоете. Тут всё уже лутно. Куртки, шмуртки. А, блин, там справа дикий. Впитаем горбуху. Сверху таблетку. И на выход. Лежит так, просто отдыхает. Руку сломал. Живописно лежит. Бум, 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 бум. Не, короче, у меня сейчас дикие либо тут завалят, если я останусь. Либо чулоботом на закуску останусь. Потому пошёл я домой. Два перелома. Прикольно. А, шины нет у меня. Всё нормально. Я же специально не взял, чтобы не лечиться. Ну чё, тарковский у меня закончен. Можно будет тогда не брать с собой и никакую болтовку. Можно будет спокойно теперь идти с какой-нибудь ППшкой. Аутомат взять. Или дробовик. И попробовать с этим тогда дробовиком даже можно будет быть. А у меня ещё там есть Ксюха. О, есть, короче, пушки. Живём, парни. Главное, что я сейчас пару квестов закрою. Во, да, в голову это было бы по Маузер Комрад. Жалко, что ты не усек был. А так он идёт даже в квест по охранке. Один из самых упоротов квестов по тарковскому стрелку. Часть третья выполнен. Зашибись, я крайне рад. Тарковский стрелок. Часть четвёртая. Достичь нужного уровня навыка снайперские винтовки. Третий уровень нужен. Первый только имеем. Два ещё надо будет вкачивать. Короче, осталась ещё охранка, выживальщик и друг с запада. Чё, давай тогда на заводе сегодня и пошатаемся. Закрываю реагент. Часть третья. Передаю шприц. Но меня, блин, напрягает то, что с выполнением квеста для любого другого торговца егерю это не нравится и лояльность падает у него. Реагент четвёртая часть. Это тот самый квест, который можно сдать как лыжнику, так и прапору. И вот ещё и терапевт подваливает. Типа, давайте, мне сдавайте. Лыжник говорит, мне сдавайте. А прапор говорит, мне сдавайте. Кому сдавать, я это всё потом объясню, но заранее сполирну, я буду сдавать лыжнику по-любому, потому что это самый выгодный по финансам вариант. витамина часть первая квеста ещё открывается, химические контейнеры, один на берегу, два контейнера на развязке надо будет забрать. Биг кастомер, чё-то походу не перевели, по-моему, раньше он по-другому назывался, но это то же самое, это по реагенту, который я лыжнику сдам. Собрал МП, пять, у меня трофейная есть, так что пока деньга есть, повыделываемся, походим, схожу на завод, попрактикуемся, как раз в ПВП, баталиях. Всё-таки решил сегодня егеря потрясти немножко по квестам, попробую как можно больше за сегодня закрыть. Идём на завод в дневное время, теперь я могу более уверенно себя чувствовать, заходить уже посмелее, потому что хотя бы не с болтовкой. Опять меня сюда спавнят, блин, чё меня под самый этот-то не спавнит, куда мне надо? Кто-то уже здесь у меня ходит. А, ну это дикий. Ты дикий? Да, это дикий обычный. Сразу в охранку. Пока дома играю, но сейчас, наверное, попробую перейти на европейские сервера. Это наш клиент, получается, с пистолетом. надо было мне сопровождать дикаря, а лучше вальнуть его нафиг. А, всё, вижу, слышу. Пошёл ты, я же на твоей стороне. Не стреляй. Ага, ой, у меня одиночный стоит. лазер спалил меня, по-моему. Ауч, о, чё так быстро, нифига. Всё, тремор есть, можно давить дальше. Уф, неудобная штука с этим тремором выдвигаться, честное слово. Уже побыстрее бы его сделать, чтобы не маяться с этим тремором. Не ждать, пока он появится. Я самые интересные тайминги пропускаю. Ого. Ага, засветились, засветились уже. Я завалил одного граната, смотри. Опа. Так меня обходят. Да ты чё, серьёзно? Сейчас посмотрим, что скажет Европа по этому поводу. Чё-то на моих серверах какие-то включенные всё двигаются. Мне бы Юсека, и вот он, он подходит, надеюсь. О, черт. Опять мой выстрел даже не зарегистрирован. Ну чё, я решил с Витязем побегать. Такая бюджетненькая сборка, сама пушка недорогая, патроны дешёвые, чё, раз уж на заводе кратыша такого возьмём, я думаю, в цвет будет. Погнали с ним попробуем. А чё меня уже... вы чё капец, куда меня закинуло. Что ты творишь, Европа? Блин, чё происходит? Где вы все? Они во все, все вокруг меня бегают. И слева кто-то шуршит, слыхал? Нет, 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 подожди, подожди. О, выжил. Твою мать. Я вообще-то Юсеков, а не Юсеков бы. Тагила, ты чё, козлина, ты чё? По своим-то лупишь. Офигеть, он меня сломал. Как я выжил? Одна единица голова. Вот дела. Да, конечно, конечно, сейчас. Сейчас все там друг друга поперебьют, а мне Тагила достался. Спасибо. А там, видимо, с глушителем кто-то, с болтовкой, нифига. Такой же, как я, что ли? Квест мучит. Блин, хорошо, что он, смотри, мне оставил хотя бы все конечности почти живые. Руки-то, ладно, отрастут. вот, и хорошо, что он своей кувалдой мне бронежилет вообще никак не помял. Значит, я могу продолжать бой. Сейчас отлечу еще пузо. Чуть-чуть осталось. Патроны, наверное, докину. Жесть, вот чего не ожидал, того не ожидал. такие себе соседи тут оказывается. Слушай, а нафига я заряжаю все это дело? У меня же тагила тут лежит целая. Смотри, кровища, и непонятно чья, его или моя. Вот чего у него есть, с айга, 20 тронов. А че надо? ГСШ. Балаклава. А, он на лицо вешается, точно, а я его цепляю вместо шлема. Так. О, бронеразгруз можно цепануть. И раз он у меня застрахован, и вернется. Да, капец, им 42 всего из 60. Ну, я имею ввиду, наоборот, мало урона по броне нанес. Хорошо додумался по ногам зажать. А вот за счет того, что у него магазины большие такие, я их никак к себе не явлю. патроны полно. Я его даже дозарядить-то не смогу, если что, произойдет, да? С айгу, я имею ввиду. Че, тогда Витьку выкинем? Витязь, я имею ввиду. Вот сюда, в уголочек его. Он у меня застрахован по красоте. Это все повыкидываем. Гранаты эти. А патроны так с него вытряхнем. Может, где какой-нибудь мешок, рюкзак найдем? Или разгрузку? А, ну разгрузку я не надену, потому что у него бронеразгруз. Ну, может, мешок какой-нибудь найдем. Если что, барабан туда будем вытаскивать, в рюкзак. И в рюкзак потом дозаряжать будем его патроны. А вообще, на Сайгу у меня ласточкин вот этот лас-хвост. От Витязя подойдет. Лас и тыльник. Во. Это не подходит. Все. Ну что, вперед. Ой, и с песнями. Пока там кто-то живой с кем-то стреляется, пойдем позырим. Это же не меня, ты видишь? Не-не-не, меня, по-моему, видит. Нет, не меня, там какой-то снайпер. Ух ты, мать твою. Слушай, да там, по-моему, да, понятно, они там пачкой, по-моему, засели наверху. В этих офисах. Что, забыли? ЛЦУ поставлю. Сколько убью, столько убью. Как ты живешь, твою мать? Половину в косяк выкинул, выстрелил. Около пяти. Да ладно, пофиг, давай тогда его добьем. Опачки. Вот живучи, а. Ой, Юсек. Стой. Твою мать. Ну ладно, главное, Юсека забрал. Что-то уже возня какая-то начинается. Вот я опять сейчас со всеми этими треморами опять прозеваю все, что мне самое нужное, интересное. Или нет? Подождите, пацаны, у меня тремора нет. Че они тут делают, не понял. Че потеряли тут? Далеко не уходите. Что там у нас? О, есть тремор, можно преследовать. Они походу в офисе, а че они тут по железу теряли, я че не понял. Если отсюда зайду. Опа. Один там залетел. А, не слышу, слышу, они здесь залетают. Сатроны. Ну ладно. Ну наконец-то я тремор закрыл. Гребаные самые квесты я переделал. Слава богам. Я не понял, че они делали там на времянке. Искали куда папку заложить, что ли? Путь в Живальщика хладнокровный. Самый упоротый квест закрываю, теперь просто смотри, сколько он квестов мне выдает, егерь. Путь в Живальщика боевой медик. Нужный уровень жизнеспособности пятый, а у меня второй. Понятно, будем качать. Скорая помощь. Этот квест я уже подготовил, портативный дефибриллятор я сварил заблаговременно в убежище, а наборы CMS у меня висят уже, фиг его знает, в первый или второй выпуск я нашел их. Так что этот квест мы тоже закрываем. Путь в Живальщика торчок убить диких в лесу, находясь под эффектом стимуляторов 15 диких. Путь в Живальщика филин убить диких в период с 21 до 4 утра не использую ПНВ и тепловизоры. Ну, снова Егерь упирается третий уровень лояльности просто в прокачку доверия. Деньги-то, наоборот, это изи сделать легко. Второго уровня предметы хотя бы позволят мне покупать дробовики и те же мурки или приколы к муркам всякие. Слава богу, открыл я его наконец-то. А за счет того, что я 26-й теперь уровень персонажа, у меня еще и прапорщик теперь третьего уровня лояльности. Сейчас я быстренько изучу, тут у него предметы новые. И можно закрывать квест свой человек. Третий уровень лояльности с прапором у меня вкачан. Механик, привет. Теперь можно выдохнуть, но сегодня я планы свои выполнил. Второй уровень лояльности есть Егере. Предлагаю прогуляться на бережок, подкачать немножечко болтовку, попробовать найти конь усека, так как европейские сервера стоят. И попробую для механика посмотреть в восточном крыле санатория кабинет санитара. Может быть закроем сейчас еще кабинет химии, там выживание не обязательно, уже выполнено выживание. На берег пойдем в дневное время, страховать буду моси, на уши, голову, и все, можно ничего, хотя, можно было бы и кирасу, я же на ближней воевать не собираюсь, а она может вернется мне. Честно, заколебался и лазить на заводе. Так что эта треть чисто отдушина, пострелять по диким, подышать свежим, по воздухам и вся любовь. Дождик. Красота, да и только. Только не совсем снайперская погода. Ну или что, я тут не собираюсь через полкарты кого-то стрелять. Мне видимости, дальности видимости, точнее, обзора вполне предостаточно для мосинки. Хотя нет, что-то, а что так фпс-инка проседает? Ну, по-моему. А вот отпустила. Пацанчики прогружались. Боссы всякие. Все как любит Тарков. Побольше боссов. Посмотрю, сейф. Картотеки мне уже смотреть нет. Необходимости желания имею, конечно, но уж слишком много картотек было за последнее время, так что только сейф поглядим на наличие антиквариата или других прелестей. Ага, кто-то уже шмаляет. Но это далековато. Доляры есть. Ага. Как сделаем? Прямиком на ту сторону, наверное. Под лэп сам лэп постреляю диких. И, наверное, через... Через-через... А, надо же в санаторий еще залететь. Ну, давай сейчас тогда. Посмотрю тайник. Ой, блин, а там в санаторий уже возня. Тайник посмотрим, ГЭС. Постреляем диких и пойдем поближе туда к Лазурному подвалим. Послушаем, посмотрим. Они же не будут все время сидеть там в восточке. О, пекарь будет, когда пункт стильное. Не надо, не надо. Бедреный корень. Не, глупая идея. Чесать надо отсюда. Не вижу нифига. А куда ты? На лэп пойдет, наверное. Куда же мы еще? Хрина себе. Еще с кем-то там всплеснулся? Там целых два чувака было. Вот это я, конечно, пришел туда вовремя. Не, ну, второй, скорее всего, ношу выстрелов. Просто подбежал полюбопытствовать. Готов поспорить. А тут неприятная стрельба в восточке как раз. ё-моё, и в восточку не зайдешь. Вот тут теперь ходи и оглядывайся. Глаза на затылке отращивай. не вижу. Будь я на его месте, я бы пошел в любом случае на ГЭС. Либо поднимался бы сюда. Это по всей вероятности с той стороны спаун, где я появился где-то за этим спортовой зоной. Оттуда прискакал отсюда посмотреть можно конечно. О, блин, ну тут в спину могут прийти. Да и вообще позиция очевидная. Сейчас мы на той стороне попробуем. на крыше дикие стоят, они могут как сигнализация сейчас сработать. Пока молчат. грида отсюда с края этой скалы гряда будет не будет там кто. Вот дикого нет. Был бы там дикий на гряде я бы сразу оставил эту позицию в покое чтобы не отвлекаться на бочуну. А пока дикие на крыше значит он на газ не подходил еще. Он был без глушителя все выстрелы его услышу. Равно вас там двое. опа опа ну ка он добил дикого по которому я стрелял по рукам которого я стрелял а второй дикий начал ему в ответ посоская шпиль и вот он где-то тут на этой стороне где-то отсюда стрелял или спод лэп где-то и и как мне тебя вычислить то а этот вообще в мою сторону смотрит под чупиком какая-то СКС родилась что за нафиг опа нет дикий смотри он живой значит одет на территории лазит блин куда я ввязался вышел диких пострелять так нет полазили повылазили всякие да такую ногу смотри без глушителя ходит прям по открытой местности мочит ботов стреляет по ЧВК и вообще не стесняется вижу я тебя отсюда интересно мне знать дикий прям а во вижу вижу опа пошел а я только хотел сказать дикий прям под здание смотрит под себя вот мимо ударился брось не уходи нормально же общались он походу дикого ушатал он подумал что это с крыши дикий по нему стрелял нет я его потерял а весело тут смотри на европе то бегают шустры вот таких вот товарищей мне и как раз и стометров на них делается правда попадать надо я не всегда попадаю посидим посмотрим фигня это все не вернется он потерял я его ну ну всегда пойдем в лазурку тогда посмотрю кабинет химии попробую квест сделать для механика там достаточно просто зайти в этот кабинет если он не открыт то это не страшно ключик у меня имеется и сразу на выход пойду за лазуркой на скалах если дикие будут стрельным по диким и домой вроде никакой возни большая не слышал лазурки подутикло все рассчитываю на то что ушли куда-нибудь в административку или все уже вообще вышли с территории обычно если занимают то сидят до талого там через кнем какой-то холостой получается рейд тихо тихо опа нет не тихо не тихо это верхние этажи пофигу я успею он сейчас будет засядет и будет думать что я его рашить пошел а я хитрый я сделал квест и был таков а ты сиди и бойся таков чтоб путь свободен был и чтобы дым был зеленый вот я смог выйти упс там есть на столе понял что только обойдем разорву дистанцию нормально постреляю так по рукам по ногам покачаю болтовку перед выходом не мы такие жизнь такая квесты такие попадаю интересно вообще нет попал не попал да стоп его попал так что там у нас по владению вот а я уже половину навыка почти вкачал неплохо и навык кстати устал видал уже красная стрелка вниз но мы будем подшевелиться путь будет что ли то вот это аттракцион 10 патронов еще есть давай все тогда расстреляем а у меня пистолет все отлично отлично навык что там растет вор 9 и 4 круто он растет не только от попадания но и от перезаряжания знаю что много кто писал по поводу того что возьми бери просто перезаряжаю но это же не то у меня нет цели как-то быстро пройти игру быстро переделать все квесты и уйти цель хайфовать просто от игры играть делать квестики живучие офигеть или я не попадаю по нему упс все подожди братюня вам до сих пор возня жалко конечно что выход не работает а так бы тут и выскочил ну может оно и к лучшему поделся куда-то сядет сейчас и от кровотечения погибнет и я так и не узнаю буду бояться перебежать на ту сторону а перебегать мне надо красивый ай тормозите пацаны я не потому стрелял где-то за бункером что ли еще один чуть ногу не оторвало хорошо вовремя и отошел сейчас бы на безболе до выхода пришлось бы пилипать ауч никуда вы что такие злые все с этой стороны мне уже никак не подойти они если увидели меня там разок не отпустят теперь выход не работает до тоннеля до самого придется педалить но пока здесь есть дикие давай стрелять меньше половины неплохо 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 медленно но верно качается все-таки я в общем к следующему выпуску скорее всего завод постараюсь доделать там один человек всего остался у меня в охранке как раз может быть Юсека добью и у меня откроется гора целая квестов за миротворца а миротворец меня стопудово будет подожди подожди тихо 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 будет гонять сюда на берег а че ты базаришь там напал на магазин с семнадцатого ой этот кашлят где-то я же говорю истекает где-то кровью все а нет не все там еще кашлял кто-то МК-3 отнимем большая разгрузка как-никак вместительная так это я застрелил с горностаем значит там еще один с калашом остался который кашлял да или это ты горноста нет я стрелял по горноста нет не стрелял или стрелял че еще один на скале серьезно о точно нифига как я тебя не увидел или ты только заспаунился тактикули окружаем говорит пусто но патрон я видел в патроннике так что еще выстрел есть капец тут ботов иной раз здесь проходишь не души в этот раз пошел смотри два на скале два тут на выходе еще тут шестеро шесть диких на ппп или я пока обходил еще подъехала партия я бы горноста если честно забрал на мосе но у меня все равно патронов уже нет дальше можно ее в куст у нас а вон есть еще магазины так выкинуть сюда вот это же смарт можно выкинуть сейчас порядок по патронам на виду вытряхну из магазинов чтобы лишние с собой не таскать это вообще 918 нам не надо можно все выкинуть вот так вот да серьезно еще один они спавнятся по одному или того я не добил с мосинки так горностай хотел забрать надо это в куст серьезно подожди все теперь точно убил это сюда а стоп тот дикий сюда это вытряхнем вместо хантера лучше горностай возьму ну хантер так а с горностай если что буду убивать диких по пути сейчас которые до тоннеля надеюсь доживу если этот меня сейчас не прихлопнет нифига непонятно где он где-то затарился и сидит стреляет ладно пошел он в баню вытряхну тогда патроны и пойду в сторону выхода потихонечку да да вот о вижу красавчик тормози тормози вот по мясу конечно прикольно на средних таких снайперских дистанциях ближних с горностая у него в какой звук выстрелов вообще десяточка да и все и так как у меня есть планшет с доками я бы заглянул в нижнюю деревню которая у тоннеля там по курточкам похлопать бы да по тайничкам к кем-нибудь прямо по курсу вот с этой хаты и начнем есть несколько тайников есть ключи в куртках точнее куртки с ключами может что интересного да и найдем себе я все равно уже на выход собрался мне тут как чисто интерес ключики мне ближайшее время понадобится у меня сейчас откроется у я вот это забрал честно если краса вернется жилет дикого это фигня я уже с чего к точно стреляться не планирую вот нормально в общем если все получится и получится как положено то я смогу в следующем выпуске добить одного единственного и сека на заводе если будет это не и секта пойду на таможне делать квесты а может они в таможне каковой нифига мне прикинь если я щас если к не убью у меня тогда миротворец не откроется а мне сейчас пока пократили как раз наоборот по берегу надо будет бегать так что кровь из носа надо завтра юсека искать всего один тварец остался его добью сразу мне откроется миротворец а для миротворца тут на берегу огромное количество квестов надо будет переделать нужно будут ключи и как раз можно будет брать необязательно оболтовку а брать нормальная конь оружия на среднюю ближнюю дистанцию делать квесты для миротворца по санаторию там буду лазит там то точно я найду каких-нибудь чувака опять больно будет как на заводе чувствую но каратель сам себя не сделает потом как эпсилон зато появится представь какой кайф будет как можно будет и хирургический большой набор субы таскать если чего интересное найдем сразу ведь подсумок а так если честно вот на максимальном уровне у меня основа я там играл несколько вайпов подряд на самом деле это дело привычки когда первую первый сезон я записывал очевидно прям тяжко мне было с этой альфой непривычно катастрофически прям не хватало гамма подсумка а теперь я с альфой играю и вообще мне нормально я привык к этому это дело привычки как-то и без хирургических наборов обходишься ходишь нормально тем более что я особо по пвп не угораю подайте попить что-нибудь пожалуйста есть попить дикий скорее всего до я через забор перекинул что ли все понял не базарю блин какой-то ч вк теперь он будет думать что я его не выпущу сядет там засаде и меня теперь не выпустит ох у меня тут позиция не очень не очень надо чуть чуть левее что ли давай через сопку вот здесь перемахнем главное чтобы он сейчас над тоннелем там не присел на скалах и не начал палить оптику иначе я точно не виду нифига надо какой-нибудь кустик хуторый найти и посмотреть а тут терять то нечего я же мосинку скинул это самое родимое чем у меня бы мосинка и кираса вернуться так что даже из погибнуть страшно квест в любом случае уже выполнен я теперь понял почему квесты не делаю сразу же с условием выжать выйти с локации потому что его принял прогулялся где-то выжил вышел с локации даже не выполняя квеста потому что не переживать за предмет а вот здесь где-то скалы там примерно но ничего страшного как я говорил я все что мне было необходимо от берега я все получил от берега 9 диких я настрелял но мне не особо то и убийства нужны были главная стрельба с болтовки прокачивать навык забрать квест точнее открыть комнату израсходовано 30 боеприпасов колеса попаданий 30 но тут какая-то странная статистика типа 100 процентное попадание видимо через руку в грудь кому-то попадал или что-то в этом духе нормальный рейд кабинет химии можем закрывать этот квест я посмотрел кабинет санитара выжил вышел с локации еще далеко до этого видеокарту в награду эту видеокарту я могу сейчас сразу же пристроить по квесту садоводство четвертая часть стал столько оружейник часть 9 модифицировать необходимо к с 74 н эргономика нужно выше 55 сумма дать меньше 500 и занимаемым местом не больше 8 ячеек главное чтобы были ручка приклад pt3 крышка ствольной коробки и дульный тормоз от зенита по газовой трубке будем искать цевьё цевьё нам нужно будет не какое-либо а конкретное b10m вот этот цевьё зенитовская нам необходимо будет поставить ставим дальше фильтр по оружию оружейные части критический газ нет крышки ресиверы зенит b33 крышка ствольной коробки она будет как комплект к цевью сразу же тоже ставим нам нужно будет по оружию фильтр по связи оружейные функциональные дульные пламики зенит дтк-1 не самый лучший пламик но он нужен нам конкретно по квесту покупаем устанавливаем дальше фильтр по оружию снаряжение и а пистолетные рукоятки rk3 зенит 22 куска стоит на момент записи ставим эту рукоятку и остается только приклад приклад сразу не находится фильтр по пушке надо будет нам сначала замок прикупить замок от 100 серии не подойдет нам нужен конкретно замок а к с 74 и а к с 74 у в продаже его нет если только лыжник у вас не открыт у лыжника точнее этот предмет не открыт также не перепутайте ставим замок и поэтому замку находим приклад который нам нужен и все оружейник закрыт практически пт-3 классика о чем и говорил механик покупаем этот приклад устанавливаем не забудьте сложить оружие чтобы автомат занимал не больше 8 ячеек и можете сдавать можно ли играть с таким автоматом почему бы и нет вполне единственная бы поменял дульное устройство дтк бы поменял поставил бы тактическую рукоятку фонарик и коллиматоры соответственно все оружие сдаем и выполняем оружейник часть 9 забираем награду радуемся и открываем оружейник 10 следующий оружейник это модификация к 105 в комментариях писали я скорее всего так и сделаю к следующему выпуску когда буду делать оружейник я буду просто список показывать тех модулей которые необходимы для выполнения квеста а как их искать типа фильтр по связи там подруга я думаю это уже все уже не актуальная информация уже столько раз я в таких мельчайших подробностях показал сборку оружейника что я думаю это уже будет лишним наконец могу позволить себе поставить водосборник следующего уровня потому что егерь готов к тому чтобы у меня был водосборник сейчас докуплю быстро недостающие предметы вот и все к следующему выпуску будет готов у меня водосборник а это позволит мне делать другие улучшения зависящие от второго уровня водосборник 8 часов после него будем заряжать санузел чуть не упустил момент путь охотника садист квест у меня открылся у егеря поэтому квесту мне необходимо ликвидировать санитара но тут же за него впрягается терапевт типа это ж мой коллега постойте не мочите дает тоже квест в котором противоположные условия то есть не убивать санитара но при этом она требует нереальные какие-то предметы там зеленые по моему синяя карты в лабораторию они стоят бешеных просто денег проще просто пойти на берег и застрелить этого санитара меньше возни честно говоря но сами посмотрите какие у нее запросы синяя лабораторная карта зеленая лабораторная карта препараты до него где все рожать-то буду эконом не надо она того не стоит эти предметы крайне дорогие на этом у меня все дьявольски честно говоря сегодня устал с этим заводом он меня просто вымотал полностью у меня уже голова вообще не соображает практически поэтому буду сегодня заканчивать всем отличного настроения приятной игры спасибо огромное за поддержку за просмотры за пальцы вверх за финансовую подпитку увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания у Субтитры подогнал «Симон»